Часть четырнадцатая Рокочущий гул, широкий дым проходили, казалось, насквозь через дом, дрожавший между бездной, где поблескивали проведенные лунным ногтем рельсы, и той городской улицей, которую низко переступал плоский мост. Ожидающий снова очередной гром вагонов. Дом был как призрак, сквозь который можно просунуть руку, пошевелить пальцами. Стоя у окна в камере танцоров, Ганин поглядел на улицу. Смутно блестел асфальт, черные люди, приплюснутые сверху, шагали туда и сюда, теряясь в тенях и снова мелькая в косом отцвете витрин. В супротивном доме, за одним незавешенным окном, в светлом янтарном провале, виднелись стеклянные искры, золоченые рамы. Потом черная нарядная тень задернула шторы. Ганин обернулся. Колин протягивал ему рюмку, в которой дрожала водка. В комнате был бледноватый, загробный свет. От того, что затейливые танцоры обернули лампу в лиловый лоскуток шелка. Посередине на столе фиолетовым лоском отливали бутылки. Блестело масло в открытых сардинных коробочках. Был разложен шоколад в серебряных бумажках, мозаика колбасных долек, гладкие пирожки с мясом. У стола сидели. Подтягин, бледный и угрюмый, с бисером пота на тяжелом лбу. Алферов в новеньком переливчатом галстуке. Клара в неизменном своем черном платье, томное, раскрасневшееся от дешевого апельсинного ликера. Горноцветов, без пиджака, в нечистой шелковой рубашке с открытым воротом, сидел на краю постели, настраивал гитару, бог весть, откуда добытую. Колин все время двигался, разливал водку, ликер, бледное рейнское вино, и толстые бедра его смешно виляли, меж тем, как оставался почти недвижным при ходьбе его худенький корпус, стянутый синим пиджачком. «Что же вы ничего не пьете?» Задал он, надув губы, обычный укоризненный вопрос. И поднял на Ганина свои нежные глаза. «Нет, отчего же?» Сказал Ганин, садясь на подоконник, и беря из дрожавшей руки танцора легкую холодную рюмку. Опрокинув ее в рот, он обвел взглядом сидевших вокруг стола. Все молчали. Даже Алферов был слишком взволнован тем, что вот через восемь-девять часов приедет его жена, чтобы болтать по своему обыкновению. «Гитара настроена», — сказал Горноцветов, повернув винтик грифа и ущипнув струну. Он заиграл, потом потушил ладонью гнусавый звон. «Что же вы, господа, не поете? В честь Клары, пожалуйста!» Как цветок душистый, он заиграл опять, перекинув ногу на ногу и опустив боком темную голову. Алферов, осклабясь на Клару и с притворной удалью подняв рюмку, откинулся на своем стуле, причем чуть не упал, так как это был вертящийся табурет без спинки. И запел было фальшивым, нарочитым тенорком, но никто не вторил ему. Горноцветов пощипал струны и умолк. Всем стало неловко. «Эх, песенники!» Уныло крякнул Подтягин, облокачиваясь на стол и покачивая подпертой головой. Ему было нехорошо. Мысль о потерянном паспорте мешалась с чувством тяжелой духоты в груди. «Вина мне нельзя пить, вот что!» Добавил он угрюмо. «Я говорила вам», – тихо сказала Клара. «Вы, Антон Сергеевич, как малый младенец». «Что же это никто не ест и не пьет?» – завилял боками Колин, семеня вокруг стола. Он стал наливать пустые рюмки. Все молчали. Вечеринка, по-видимому, не удалась. Ганин, который до тех пор все сидел на подоконнике, с легкой задумчивой усмешкой в углах темных губ, глядя на лиловатый блеск стола, на странно освещенные лица, вдруг спрыгнул на пол и ясно рассмеялся. «Лейте, не жалейте, Колин!» – сказал он, подходя к столу. «Вот Алферову пополнее. Завтра жизнь меняется. Завтра меня здесь не будет. Ну-ка, ся, залпом!» «Не глядите на меня, Клара, как раненая лань. Плесните ей ликеру. Антон Сергеевич, вы тоже. Веселее. Нечего паспорт поминать. Другой будет, еще лучше старого. Скажите нам стихи, что ли?» «Ах, кстати, можно мне вот эту пустую бутылку?» – вдруг сказал Алферов, и похотливый огонек заиграл в его радостных, взволнованных глазах. «Кстати», – повторил Ганин, подойдя сзади к старику и опустив руку к нему на мягкое плечо. «Я одни ваши стихи помню, Антон Сергеевич. А пушка, луна, так кажется». Подтягин обернул к нему лицо, неторопливо улыбнулся. «Из календаря вычитали?» «Меня очень любили в календарях печатать». «Наисподе, над дежурным меню». «Господа, господа, что он хочет делать?» – закричал Колин, указывая на Алферова, который, распахнув окно, вдруг поднял бутылку, метя в синюю ночь. «Пускай!» – рассмеялся Ганин. «Пускай бесится!» Алферовская бородка блестела, вздувался кадык, редкие волосы на темени шевелились от ночного ветерка. Широко размахнувшись, он замер. Потом торжественно поставил бутылку на пол. Танцоры залились хохотом. Алферов сел рядом с Горноцветовым, отнял у него гитару, стал пробовать играть. Он очень быстро пьянел. «Кларочка такая серьезная!» – с трудом проговорил Подтягин. «Мне эти барышни когда-то проникновенные письма писали, а она теперь на меня и глядеть не хочет». «Вы не пейте больше, пожалуйста!» Сказала Клара и подумала, что еще никогда в жизни ей не было так грустно, как сейчас. Подтягин с усилием усмехнулся, потрепал Ганина по рукаву. «А вот будущий спаситель России! Расскажите что-нибудь, Левушка, где шатались, как воевали?» «Нужно ли?» – добродушно поморщился Ганин. «Ну, а все-таки мне что-то, знаете, тяжело». «Когда вы из России выехали?» «Когда?» «Эй, Колин, вот этого липкого!» «Нет, не мне, Алферову!» «Так, смешайте!» «Я хочу проверить, вас же выравниваю!» «А вот это толкан, так что я не могу здесь!»